Кенгуру Пряжа по ощущениям очень приятная Поэтому мы ее и купили Производитель неизвестен Пряжа что называется No Name Написана по германской технологии Высококачественная пряжа Она действительно оказалась высококачественной И обзор по пряже я Пишу только сейчас Хотя вязали мы свитер из нее достаточно давно Мне было интересно как он поведет себя в носке Потому что пряжа неизвестна И чтобы вам рассказывать нужно Иметь представление с разных сторон Очень богатая палитра Хорошее качество Пряжа с блеском Ощущение самое приятное Только поэтому мы ее купили Очень приятно на нее смотреть Ее приятно держать в руках Но особенность этой пряжи в том что она сильно красится Мы вязали наше изделие Из зеленой Вот из этой конкретно ниточки Поэтому ее осталось не так много И постирав изделие Я вижу что оно полиняло Вот видите это белая тряпочка На которой сушилось уже Выстиранное изделие То есть оно уже было подсушено И его сушили на полотне На белой ткани И белая ткань превратилась в желто-зеленую Вот эти желто-зеленые разводы Видите они желтые Они зеленые Они вот так вот развелись Это последствия сушки зеленой пряжи кенгуру Красится невероятно Вода была аж черная Поэтому большой вопрос Как например поведут себя две вот такие ниточки Светленькая и темненькая Я даже боюсь представить Поэтому смешивать эту пряжу нельзя Вещи должны быть только однотонные Из единого цвета Что касается колтушивости Вот видите месяц активного ношения Появились колтухи Они небольшие Они легко снимаются И только на самых таких местах Которые подвержены воздействию Рукава Это изделие для ученицы Которые все время возят локтями по парте Поэтому вот такие последствия Я думаю что В такие жесткие условия эксплуатации Не выдержит никакое изделие Что касается Деформации Вообще не дают усадки Не перекошено Все как было так и осталось Мягкий, нежный Вот как был так и есть Ничего не меняется Поэтому боятся что он перекосится Или куда-то Усядет После ручной стирки Таких опасений больше нет Переносит стирку нормально Когда мы планировали вязание Из этой пряжи Мы честно говоря Думали вязать ее другим узором Но у этой нитки есть свои особенности Она хоть и не слишком-то толстая Но вязала я на Ниве 2 Я сначала хотела вязать на Сильвере Вязала на Ниве 2 Потому что пряжи требуют очень рыхлые Очень рыхлого вязания Я вязала на Девятке И то, честно говоря Надо было бы еще порыхлее Чем рыхлее вязка Тем приятнее смотрится Поэтому если у вас машина берет только тоненькие ниточки Кенгурова мне подойдет Вязание должно быть очень рыхлое И более того Эти нитки настолько скользкие Что не каждый узор они выносят Я пробовала делать накиды Я пробовала делать защипы Узор течет Он не держится Поэтому даже косички Они вот видите Стекают Но потянули Все вернулось на место Не каждый узор подходит для подобной пряжи Скользкая И покрыта защитой То есть после того, как вы что-то связали Изделие получается грубовато Его нужно либо отпарить Либо выстирать Для того, чтобы смыть Возможно парафин Может в Китае используют еще какие-то покрытия Пряжи, я не знаю Но после того, как изделие было Обработано парогенератором Оно стало гораздо-гораздо мягче Чем после прямого вязания Машинка принимает хорошо Пряжа после вязания Становится как пружинка Именно до того момента Как мы ее отпарим И снимем процесс Вот этот слой, которым покрывается пряжа Для облегчения вязания В процессе вязания У меня были двоякие чувства Я честно говоря Думала, что не буду вам советовать Вязать от этой пряжи Потому что требуется Очень рыхлое вязание И еще раз повторю Пряжа как пружинка Истекает То есть она не каждый узор Может принять Но связав этот свитер Его моя племянница носила Носит, не снимая Говорит, такого комфортного ощущения Она не испытывала давно То есть ощущения в нем просто Надо, говорит, не передать Какие приятные В нем тело не потеет Дышит Он легкий Не кусачий абсолютно Мягкий, нежный Вот надеваешь и снимать не хочется Более того После стирки Я вижу, что он действительно Стал воздушным Таким нежным То есть пряжу рекомендую Сто процентно Особенно учитывая Какого она цвета Цвета необыкновенные Очень нравится Поэтому рекомендую К вязанию всем Кто увидит такую пряжу Если вы где-то ее найдете Я единственное предупреждаю Красится сильно Поэтому если вы будете вязать Берите Один цвет для изделия Расход Небольшой На вязание нашего изделия Ушло Три с половиной мотка В мотке Ну тут так и написано Честно написано Пряжа для ручного вязания Мотки у нас Сто грамм Триста метров В принципе достаточно Толстая нитка Но не будь она такой Пружинистой И сильвер ее вязал бы Очень легко Сильвер бразер Вот эти современные машинки Могут быть тяжеловаты Хотя если вязать Через иглу Возможно будет Очень даже и ничего Купили мы эту Пряжу В магазине Который находится На втором этаже ПНК имени Кирова Там у них есть магазин По продаже Хлопковых ниток На втором этаже Разнообразная шерсть Вот там продается Конкретно Вот эта кенгуру Приобретена там Плюс к этому Там еще множество Разнообразных ниток Если вам захочется Посмотреть Заходите Я думаю Что не пожалейте Всегда найдете Для себя Какую-то Интересную Ниточку Если вас заинтересовал Наш свитер Это изделие С необычными косами С необычным Моделированием Приобрести урок По вязанию Твою свитеру Можете По ссылочке Которую найдете Под этим видео Надеюсь Что наш обзор Был для вас полезен И жду вас В нашей школе Машинного вязания Где мы обучаем Стремительному Освоению абсолютно Любой вязальной машинке С нуля Ваша Наталья Некрасова